Солнечный зонд Солнечный зонд Паркер станет поистине исторической миссией. О его создании задумались еще в 1958 году, и с тех пор этот проект был высокоприоритетным. Никола Фокс, ученый Он не полетел только потому, что технологии должны были дорасти до возможности реализации этой мечты. Это зонд, предназначенный для путешествия к нашему Солнцу, который стало возможным благодаря талантам и усилиям сотен причастных к его созданию людей. Поработав над его созданием 10 лет, приятно видеть его в готовом состоянии. Бетси Конгдон, ведущий инженер И быть маленькой частью этой большой команды инженеров, которые превращают научные мечты в реальность. Мне не терпится поскорее переписать учебники и навсегда изменить наш взгляд на Солнце. Мне очень хочется поскорее передать это команде миссии, увидеть данные, поступающие с зонды, и получить от этого огромное удовольствие. Целых 60 лет люди работали над тем, чтобы сделать этот солнечный зонд реальностью. И быть, наконец, там, на стартовой площадке, это самая потрясающая часть моей работы. Возникает несколько вопросов. Как начался этот проект? Кто за ним стоял? И почему этот солнечный зонд назвали Паркер? В честь этого человека. Солнечный зонд Паркер... Энджела Линта, декан кафедры физики. Это первый космический аппарат, названный по фамилии живущего человека. Джин Паркер родился в 1927 году в городе Хоутон, штат Мичиган. Он получил степень доктора философии в Калифорнийском технологическом университете. Он развил свою теорию о сверхзвуковых солнечных ветрах и предсказал форму солнечного магнитного поля, которое теперь носит его имя. Джин Паркер получил диплом физика и некоторое время имел проблемы с трудоустройством. Он некоторое время занимался исследованиями в университете Юты, а потом его пригласили в Чикаго. Он не был уверен в успехе своего предприятия. Когда он написал рукопись, рецензенты не согласились с ним, и он не хотел публиковать эту работу. Поначалу он сталкивался со многими трудностями, но он оказался прав, и это помогло ему стать человеком, которого мы, физики, считаем образцом для подражания. Правоту научной гипотезы доказывает опыт, эксперимент. Да, Чандра Асекар помог ему опубликовать свою статью. Но он стал тем, кем стал в истории науки именно благодаря тому, что измерения подтвердили его правоту. Юджин Паркер за свою профессиональную жизнь получил много наград, в том числе национальную медаль за работы в области физики и титул преемника Чандра Асекара, самого заслуженного профессора Чикагского университета. В 1958 году Юджин Паркер понял, что Солнце имеет магнитное поле, и оно имеет структуру вокруг Солнечной системы, наполненную тем, что мы называем плазмой. Это радиоактивные частицы, которые летят от Солнца до края Солнечной системы. Он назвал это солнечным ветром. Солнечный ветер — это структура, генерируемая Солнцем, которая обволакивает всю нашу Солнечную систему до самого края. И она изучалась до самого края, например, зондами «Вояджер», которые сейчас пересекают границы Солнечной системы. Это дальше, чем путешествовали до этого любые машины, сделанные человеком. Мне смешно, когда я вспоминаю, как это беспокоило людей. Они уверяли меня, что я допустил математическую ошибку. Я говорю, ладно, считаете, что я ошибся? Вот пять уравнений, и покажите мне мою ошибку. Юджин Паркер, астрофизик. Удивительно, но некоторые люди никак не могли отказаться от старых идей. Они работали над космическим аппаратом несколько лет, и вот однажды зазвонил телефон. «Мы хотим дать ваше имя Солнечному зонду». Он назывался «Плюс». Я сказал «Нет, вы мне льстите». Он сказал «Нет, мы назовем его вашим именем». Хотя успех этой миссии, названный его именем, придет через много лет усилия, не потраченные даром. Инженерные достижения, необходимые для успеха такой миссии, предельно высоки, потому что одни только скорости, требуемые для полета к Солнцу, ошеломляющие. Солнечный зонд больше, чем когда-либо, приблизится к Солнцу, будет лететь на высочайшей скорости и войдет в самые горячие зоны Солнечной системы. Скорость так высока, что можно было бы добраться из Чикаго до Пекина меньше, чем за минуту. Есть много разных технологий. Нужны солнечные батареи, нужна автономия. Чрезвычайно важен тепловой экран, технологии, позволяющие защитить зонд от Солнца. Энди Дризман, менеджер проекта. Солнечный зонд Паркер – это технологическое чудо. Тепловая защита, тепловой экран будет светиться вишневым цветом. Температура наружной части будет 1300 градусов, а температура зонда – 29,5. В 60-х, 70-х годах материала ведения, по сути, не было. Углерод пришел из военной области, где искали легкий вес, прочные структуры, которые были предшественниками наших теннисных ракеток и клюшек для гольфа, которые, в свою очередь, предшественники углеродных технологий, используемых в солнечном зонде Паркер. Температура в такой близости от звезды может достигать невероятных значений. Нужен серьезный тепловой экран. Сэндвич-панели очень похожи на композитные заполнители, которые используются в обычных космических аппаратах или самолетах. Там есть две наружные пластины и сердцевина. В данном случае это углерод, углеродный композит, который очень похож на графитную структуру клюшки для гольфа. Он перегрет, а внутри углеродная пена. Тепловой экран солнечного зонда Паркер имеет белую оболочку, которая находится на стороне этого гигантского теплозащитного щита, обращенной к Солнцу. Эта белая оболочка была специально разработана здесь, в лаборатории, в сотрудничестве с РЭД и Космическим департаментом, а также с Уайтинг-Скулл Университета Джонса Хопкинса. Она была разработана специально для солнечного зонда. В основе лежит тот принцип, что вы в жаркий день поедете, скорее на белой машине, чем на черной. Белая поверхность далеко не так сильно поглощает жар. И это позволяет избежать перегрева вблизи Солнца. Титановая стяжка тоже была разработана специально для солнечного зонда. Это сварная титановая стяжка высотой 2 метра. Но она весит около 25 килограммов. Мы стараемся минимизировать теплопроводность между тепловым экраном и космическим аппаратом. То есть там должно быть всего как можно меньше. Зонд побывает в самых жарких местах нашей Солнечной системы. Его приборы, которые будут измерять различные параметры солнечной короны, защищены тепловым экраном, специально разработанным НАСА, который является шедевром науки и техники, и которому позавидовал бы сам Капитан Америка. Этот экран защищает приборы зонда от сильного перегрева всякий раз, когда он подходит очень близко к Солнцу. Экран сделан из углерода, армированного углеродным волокном. Это совсем новая технология. Только теперь мы можем приблизиться к Солнцу и проверить некоторые предсказания Юджина Паркера, которые он сделал за всю свою жизнь, пытаясь понять солнечный ветер. Ранние версии проектов этого космического аппарата предполагали наличие ядерной двигательной установки. Потом эту идею отбросили и решили использовать солнечные батареи, проектирование которых для работы вблизи Солнца тоже столкнулось с трудностями. Солнечному зонду Паркер для работы нужна электрическая энергия, как и большинству спутников. Космические аппараты запитываются от матрицы солнечных батарей, но в данном случае нужно вырабатывать электроэнергию в непосредственной близости от Солнца. На каждый ватт электроэнергии мы вынуждены рассеивать 13 ватт тепловой энергии. Для этого нам нужна система охлаждения наподобие той, что установлена в наших автомобилях. У нас есть два насоса, которые прокачивают воду через солнечные батареи и к радиаторам. Эти радиаторы рассеивают тепло в космос, который очень холодный. Подобно тому, как автомобиль рассеивает тепло в воздух. Во время самых близких подходов зонда к Солнцу температура наружной стороны теплового щита будет достигать 1370 градусов Цельсия. Задняя часть щита будет прогреваться до 300 градусов. Сам космический аппарат будет нагрет примерно до 29 градусов. То есть тепловой экран обеспечивает вполне приемлемую рабочую температуру. У нас есть пробел в научных данных. И этот пробел как раз там, куда направляется солнечный зонд. Мы заполним этот пробел научными знаниями. Это настоящее исследование. Мы не идем по чьим-то следам, мы будем там первыми. Самое интересное, это будут не ответы на имеющиеся научные вопросы, а новые вопросы, которые поставит перед нами наш солнечный зонд. Потому что мы практически уверены, что у нас есть ложные представления. А этот зонд поможет нам исправить их. И это породит еще гораздо больше вопросов и новые исследовательские миссии. Солнечный зонд Паркера, созданный НАСА, скоро приблизится к Солнцу ближе, чем любой космический аппарат до этого. Шесть с лишним миллионов километров от видимой поверхности. Но такое приближение к Солнцу потребует сказочной орбитальной механики и рывок сумасшедшей силы. Почему же так трудно приблизиться к Солнцу? Еще одна причина, почему солнечный зонд Паркер не был запущен ранее, в предыдущие 60 лет, состоит в том, что приблизиться к Солнцу очень трудно. Это требует большого количества энергии. Когда спутник покидает орбиту Земли, он летит со скоростью Земли вокруг Солнца. Земля движется вокруг Солнца примерно со скоростью 30 километров в секунду. Из всех космических проектов, над которыми я работала... Йень Пин Гуо, ученый. Проект создания солнечного зонда Паркер самый сложный. Энергия, необходимая для приближения к Солнцу, в 55 раз превышает энергию, необходимую для достижения Марса и в два раза для достижения Плутона. Такое непосредственное приближение к Солнцу может также повлиять на связь с Землей. Для работы в такой опасной среде инженеры должны разработать очень умное программное обеспечение. Солнечный зонд Паркер имеет продуманную автономную систему самозащиты. В течение длительного времени зонд не может держать связь с Землей, и он должен позаботиться о себе сам. Инженеры на этапе разработки много думали о том, что могло бы негативно повлиять на работу зонда. И они выработали решения, которые применены в автономной системе самозащиты. Поэтому даже если что-то случится на орбите, мы надеемся, что не случится, система сможет позаботиться о себе и защитить космический аппарат. Один из самых часто задаваемых мне вопросов – это, что случится, если зонд будет прожжен солнечной вспышкой или выбросом корональных масс. Будет ли он разрушен? Это один из самых часто задаваемых вопросов. Я отвечаю, что научное сообщество будет в восторге, если случится вспышка или выброс корональных масс. Эти события кажутся очень драматичными, когда смотришь на них в телескоп. Но на самом деле они очень эфирные. Плотность частиц не такая высокая, чтобы это могло повредить космический аппарат. Зато приборы на борту аппарата, такие как приборы измерения электромагнитного поля, частиц высокой энергии, плазмы и датчики видимого белого света будут свидетелями этого события. Ведь здорово же увидеть солнечную вспышку и пролететь сквозь неё. Набор датчиков солнечного зонда Паркер действительно впечатляет. Каждый из них был разработан с учётом работы в условиях сильной радиации и высоких температур. Они должны будут измерять частицы, электрическое и магнитное поле солнечного ветра. На борту имеется формирователь сигналов изображений Виспер. Виспер — единственный инструмент для работы с изображениями на солнечном зонде Паркер. Он направлен в сторону движения космического аппарата. Он видит свет, рассеянный пылью, имеющийся на орбите возле Солнца. Но когда мы это удалим, он будет видеть свет, рассеянный электронами в короне, в солнечном ветре. Рассел Хевард — научный руководитель лаборатории военно-морских исследований. Измерения, которые мы делаем с помощью Виспер, были проделаны ранее с расстояния Земли, около 160 километров от Солнца. Приближаясь, мы получаем возможность увидеть то, что происходит действительно близко к Солнцу. Когда мы близко, между нами и интересующим нас объектом нет посторонних предметов, нет помех. И тогда мы можем наблюдать объект таким, какой он есть на самом деле. У нас есть три датчика, которые измеряют магнитные поля. Они размещены в задней части зонда, в тени. И два датчика для измерения напряжения плазмы. Это датчики электрического поля. Они находятся на солнечной стороне и очень сильно нагреваются. Есть два способа измерения электрических полей в космосе, в котором используется метод, называемый двойной проблемой. И есть другой метод, при котором измеряются волны плазмы и радиоволны. Я думаю, самые первые данные, которые мы получим, будут революционными. Стюарт Бейли — ученый. Сначала это будет просто пачка цифр, привязанных к моментам времени, но потом специалисты на основе этих цифр сделают спектрограммы. Потом эти данные будут привязаны к моделям, и мы сможем непосредственно сравнивать трехмерные модели коронального магнитного поля. Для понимания коронального жара важны прежде всего два измерения — измерение магнитного поля и измерение электрического поля. Взятые вместе они дают нам энергетический поток короны. Подобные измерения никогда не проводились вблизи от Солнца. Мы делали похожие измерения магнита сферы Земли, ионосферы Земли, но измерения в короне Солнца никогда не проводились. Это будет впервые. Исходя из тех наблюдений, которые мы получили с космических аппаратов, работавших гораздо дальше от Солнца, от этой миссии следует ожидать революционных открытий. Кроме этого, на борту солнечного зонда Паркер есть научные модули СВИП и ИСИС, предназначенные для изучения частиц, имитированных в солнечном ветре. ИСИС — это прибор для комплексного научного исследования Солнца. Он будет наблюдать высокоэнергетические частицы широкого спектра энергий. Дэвид МакКомас — научный руководитель. В основе ИСИС — датчики радиации. Это датчики, которые при прохождении через них частицы измеряют ее энергию и тем самым определяют, что через них прошла частица. Есть солнечный ветер, который представляет собой непрерывный поток частиц низкой энергии, и есть гораздо более эпизодические и случайные явления, такие как солнечные вспышки, которые являются выплесками большого числа частиц гораздо более высоких энергий. В нашем инструменте более высоких энергий есть целый набор уровней таких датчиков. Когда частица проходит через эти уровни, она оставляет энергию в каждом из этих датчиков. Эти датчики также поделены на сегменты, как пирог на куски. Когда с определенного направления приходит частица, датчик может ее определить. Система SWEEP состоит из трех различных инструментов и центрального электронного модуля. Большинство инструментов расположены на каждой стороне космического аппарата и направлены в разные стороны неба, чтобы делать карты различных частиц, определять энергии частиц, тип, к которому они относятся. Задача SWEEP — делать измерения солнечного ветра и солнечной атмосферы. Один из главных вопросов, на которые мы хотим получить ответы с помощью солнечного зонда, это «Как нагревается корона в солнечном ветре?» Для этого мы должны узнать, есть ли какие-то волны, которые передавали бы энергию от Солнца к солнечной атмосфере и солнечному ветру. Для этого у нас на борту космического аппарата есть набор датчиков, которые будут собирать отдельные частицы, электроны, полностью ионизированные атомы водорода и гелия, которые мы называем протонами и альфами, и другие ионы. И они будут составлять карты частиц с их скоростями, энергией и типом. Джастин Касперс — ученый. Мы получаем эти карты на Землю и определяем по ним плотность и давление солнечного ветра и солнечной атмосферы. Изучение нашей звезды, нашего Солнца позволит нам лучше понять природу солнечной системы и ее влияние на нашу жизнь во всех отношениях. Но солнечный зонд Паркер — не единственная космическая миссия, направленная к этой звезде. ЕКА тоже не бездействует. В сотрудничестве с НАСА скоро будет запущен солнечный орбитальный аппарат, который присоединится к Паркеру в его охоте за знаниями. Орбитальный аппарат будет летать по эллиптической орбите в пределах орбиты Венеры, но с гораздо большим наклоном от эклиптики, чтобы ему были доступны полюсы Солнца. В отличие от зонда Паркер, приборы орбитального аппарата будут всматриваться через солнечный щит с безопасного расстояния, затем при более плотном приближении менять конфигурацию. Вместе они узнают секреты самой близкой к нам звезды — Солнца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok